На протяжении долгих лет люди не прекращают попытки связаться с представителями внеземных цивилизаций. До сих пор нет никаких безусловных доказательств того, что кто-то пытался нам ответить. Тем не менее, из великой пустоты поступало немало странных сигналов, происхождение которых исследователи все еще пытаются объяснить. Какие звуки издает черная дыра? Какую секретную советскую операцию могли случайно рассекретить итальянские радиолюбители? И почему вполне невероятно, что мы уже вышли на контакт с другой цивилизацией? С вами канал SmartPizza и сегодня мы расскажем вам о самых странных и пугающих сигналах, полученных из космоса. Погнали! Номер один. Глизи 581G. Несколько лет назад австралийскому ученому-астроному Рагберу Бхаталу удалось зафиксировать необычально сильный и четкий сигнал из ближнего космоса, а конкретно из соседней планетарной системы. Поначалу к заявлению ученого многие отнеслись скептически, так как в том участке космоса не было ни одной планеты. Но спустя несколько месяцев ученому снова удалось поймать таинственный сигнал, а потом он начал повторяться снова и снова. Ученый был уверен, что регулярная периодичность появления сигнала говорит о том, что с человечеством пытаются таким образом связаться разумные представители внеземных цивилизаций. Однако коллеги ученого отнеслись к его заявлениям скептически. Я знаю этого ученого. Когда он впервые рассказал об увиденном, я попросил у него подробности, но он мне их не прислал. Я считаю это очень подозрительным, сказал известный астроном Фрэнк Дрейк, который создал формулу расчета количества внеземных цивилизаций, с которыми у землян возможен контакт. Однако через два года после заявлений Бхатала выяснилось, что в этой области космоса все же находилась планета. Авторами открытия стали Стивен Вокт из Университета Калифорнии и Пол Батлер из Института Карнеги в Вашингтоне. Ей оказалась планета Глизи 581G, которая представляет собой одну из шести планет, вращающихся вокруг красного карлика Глизи 581, расположенного на расстоянии около 20,5 световых лет от Земли. В 2007 году астрономы уже находили планету у Глизи, C и D, которые располагались по краям зоны обитания, как наши Венера и Марс. Ученые не отрицали, что на них в том или ином виде может существовать жизнь, поскольку на планетах может находиться вода в жидком виде. Однако наиболее подходящие условия для жизни представлены именно на планете Глизи 581G, так как она находится в середине так называемой зоны обитания. Если внеземная цивилизация существует, то скорее всего на этой планете. Номер 2. Пропавший космонавт 17 мая 1961 года двум братьям из Италии удалось записать сигнал из космоса, который, по их мнению, был частью переговоров, проходивших в ходе секретной советской космической миссии. Голос на записи, по всей видимости, принадлежит крайне взволнованной молодой женщине, которая озабочена тем, что при выходе с земной орбиты что-то пошло не по плану. Она жалуется на очень сильный жар, который, кстати, неизбежен при входе в земную атмосферу. Согласно отчетам советского правительства, в тот временной промежуток действительно произошла такая катастрофа. При входе в атмосферу сгорел беспилотный космический аппарат Венера-1. Однако по официальному заявлению, никаких жертв среди не было и быть не могло. Но эта версия не выдерживает никакой критики, поскольку запуск Венеры-1 был осуществлен еще 12 февраля 1961 года, а 19 мая она прошла в 100 тысячах километров от Венеры и вышла на солнечную орбиту. Номер 3. Звуки черной дыры Эдвард Морган из Массачусетского технологического института получил звуки черной дыры на основе самой большой черной дыры звездной массы в Млечном Пути в звездной системе GRS 1915-105, что в созвездии Орла. Эта черная дыра тяжелее солнца примерно в 14 раз и находится в 36 тысячах световых лет от нас. Радиошум, издаваемый дырой, удалось перевести в диапазон, в котором ее звуки может услышать человек. На самом деле этот шум в миллионы раз ниже, чем тот, что может воспринять человеческое ухо. Таким образом, можно сказать, что звук черной дыры – это самая низкая нота, зафиксированная во Вселенной на сегодняшний день. Номер 4. Сигнал ВАУ Этот сигнал был зарегистрирован доктором Джерри Эймоном 15 августа 1977 года во время работы на радиотелескопе «Большое ухо» в университете штата Огайо. Звук исходил из созвездия Стрельца. Он продлился 72 секунды и никогда больше не повторялся. Астроном, которому удалось обнаружить и записать сигнал, был настолько поражен, что обвел группу символов на распечатки, а потом подписал их как ВАУ. Именно под этим названием сигнал и стал широко известен по всему миру. Стоит сказать, что данный сигнал удалось адаптировать и сделать слышимым для человеческого уха. Джерри Эймона поразило точное совпадение полученных символов с тем, как, согласно гипотезе, должен был бы выглядеть сигнал от внеземных цивилизаций. Кроме того, уровень сигнала, продлившегося 72 секунды, показывал, что его испускает конкретный объект в пространстве. Изначально Эймон высказывал сомнение, что сигнал имеет внеземное происхождение. «Мы должны были услышать его снова, когда искали его еще 50 раз. Что-то наводит на мысль, что это был сигнал земного происхождения, который попросту отразился от какого-нибудь куска космического мусора», – заявил Эймон. Однако позднее он отказался от своего скептицизма, когда дальнейшие исследования показали, что этот вариант крайне маловероятен, поскольку такой предполагаемый космический отражатель должен был соответствовать ряду совершенно нереалистичных требований. Кроме того, частота 1420 МГц является зарезервированной и не используется ни в какой радиопередающей аппаратуре. В итоге некоторые ученые сочли, что он мог вполне сигналом, переданным представителями внеземной цивилизации. Номер 5. Звезда Таби Загадочную звезду Таби открыли астрономы-любители. Находится она примерно в 1400 световых годах от Земли. Самым любопытным в наблюдениях за ней является то, что в зависимости от времени суток, перепады яркости этой звезды достигают 22%. Ученые не могли предложить обоснованного объяснения такого феномена. И потому насчет этого явления сразу начали возникать довольно смелые предположения. Наиболее популярным из них является наличие крупной астроинженерной конструкции вокруг звезды – сферы Дайсона. Приверженцы этой теории постоянно продолжают наблюдение за звездой, надеясь получить хоть какой-то сигнал от внеземной цивилизации или хотя бы намек на ее существование. Взрыв Лоримера Этот сигнал был обнаружен учеными не в одночасье. Зафиксировать его наличие удалось в 2007 году при разборе материалов наблюдений за последние шесть лет. Астроном Данкан Лоример вместе со своими коллегами просматривал архивные массивы данных, собранные при помощи радиотелескопа Паркс в Австралии. Ученые искали радиоимпульсы, например, те, что испускают быстро вращающиеся нейтронные звезды, так называемые пульсары. Эти звезды, каждая диаметром с крупный город, обладают плотностью атомного ядра и могут вращаться со скоростью свыше тысячи оборотов в секунду. При этом они испускают узконаправленные потоки радиоизлучения, в связи с чем их еще называют космическими маяками. Радиосигналы, излучаемые пульсарами, для наблюдения с Земли выглядят как пульсации, но сигнал, обнаруженный командой Лоримера, был очень странным. Зафиксированный учеными импульс длился лишь несколько миллисекунд, но при этом выделил примерно в миллион раз больше энергии, чем производится за такой же промежуток времени с Солнцем. Его интенсивность была настолько велика, что подавила работу электронных компонентов телескопа, вспоминает Лоример. Для источника радиоизлучения это крайне необычно. Импульс продолжался около пяти миллисекунд, после чего его интенсивность упала. Интересно, что когда этот импульс покидал свой источник, Земля еще не сформировалась как планета. Номер восемь. 234 звезды. Недавно астрономам из Канады, изучавшим Млечный Путь, удалось сделать неожиданное открытие. 234 звезды в нашей галактике мерцали с определенной периодичностью, и делали это они одновременно. Эрик Троттер, один из астрономов, совершивших открытие, считает, что масштаб мерцания был слишком велик, чтобы оказаться простым совпадением. Ученые сразу исключили ряд возможных объяснений возникновения наблюдаемых сигналов. Такие сигналы не могут быть порождены быстрой пульсацией атмосфер звезд, и их нельзя объяснить вращением или переходом атомов, или молекул химических соединений от одного энергетического состояния к другому. Мы должны отбросить эмоции в сторону и следовать чисто научному подходу. Но какая-то часть меня верит, что это может быть контакт с другой цивилизацией, говорит Троттер. По его словам, мерцание может быть результатом деятельности внеземной цивилизации, которая использует лазеры, периодически направляемые на нашу планету, и тем самым вызывающие искажения света, исходящего от звезд. Возможно, это могут быть даже 234 отдельные цивилизации, объединившиеся в попытке передать какой-либо сигнал. И, возможно, сигнал этот адресован нашей планете. Номер 9. Космический рык. В 2006 году группа ученых-астрономов из Калифорнийского университета озадачились вопросом обнаружения самых первых звезд во Вселенной. Вместо слабого сигнала, который они ожидали зафиксировать в процессе наблюдений, они услышали настоящий рык, в шесть раз сильнее, чем все известные радиоволны, взятые вместе. И это не был отзвук большого взрыва. Источник сигнала, вероятно, был другим феноменом, датирующийся временами зарождения Вселенной. Номер 10. Радиосигнал SHGB-02-14A. Название у этого сигнала действительно сложное, но и история его не менее сложна и удивительна. Этот сигнал был получен учеными из пустующего участка космоса. В этой области нет ни звезд, ни планет на тысячи световых лет. Источник сигнала – область между созвездиями Рыб и Овна. Ближайшие звезды этой области находятся на расстоянии тысячи световых лет от нас. Источник наблюдался три раза, общей длительностью около одной минуты, на частоте 1420 МГц, на которой водород, самый распространенный элемент во Вселенной, поглощает и испускает энергию. Ученые Земли много раз думали над тем, чтобы при помощи этого способа передать сигнал возможным обитаемым планетам космоса. Так что, когда они получили такой сигнал извне, это сильно их взволновало. Исследователи предполагают, что сигнал может быть неизвестным космическим явлением, космическим шумом или же сбоем оборудования телескопа, на котором был получен сигнал. Номер 11. Частота 4462,3 ГГц. Этот сигнал был получен со звезды, которая находится всего в 100 световых годах от нашей. Причем звезда эта очень похожа на наше Солнце. Звезда имеет кодовое значение TYC1220911, и до получения сигнала особого внимания ученых не удостаивалось. Все изменил этот звук частотой в 4462,3 ГГц и длительностью около 10 секунд. В адаптированном для человеческого восприятия варианте он все равно остается довольно жутким. На этом все. Надеюсь, этот выпуск был полезен. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и врубить колокольчик, чтобы не пропустить наши ядерные выпуски. Также советуем вам посмотреть другие ролики на нашем канале. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok